Добрый день дорогие друзья! Пархат Курбанов с дайджестом хоккейных событий выходит на связь. Устраивайтесь поудобнее, давайте обсуждать. Хабаровский Амур набирает такую скорость, что может практически не просто закрепить место участников в плей-офф, а даже потеснить седьмого места Ладу, которая напротив теряет игровую форму. Уже стало понятно, что шансов на розыгрыш Кубка Гагарина лишилась Сибирь. А если нефтехимик, в свою очередь, во вторник не побеждает Динамо Минск, то Дальневосточный клуб может праздновать выход в плей-офф впервые за последние шесть лет. Чем может быть интересен казахстанскому болельщику Амур? Ну, однозначно Кириллом Панюковым и, может быть, Дмитрием Шевченко, который там, между прочим, капитан. Панюкова этот сезон однозначно помотал в плане географии, ведь начинал он его в Омском Авангарде, а нашел себя в Хабаровском Амуре, где снова завоевывает себе место под солнцем. Праведливости ради нужно отметить, что Кирилл играет не в первых сочетаниях, и время на льду у него среднее где-то 13 минут, но плей-офф это всегда ценнейший опыт, особенно когда залетаешь в него вот так, с ноги. Поговаривают, что лидеры конференции побаиваются начинать четвертьфинал с Амура. Ну, во-первых, понятно, из-за географии и перелетов. А во-вторых, из-за того, что команда, поймавшая такой кураж, может и не заметить, с какого места стартовали их соперники. Свежа, наверное, память у Салавата Юлаева, который в прошлом году отправился в отпуск из-за другого дальневосточного клуба «Адмирала», в котором играет наш дорогой друг и соотечественник Леонид Метальников. Собственно, главные кандидаты на борьбу с Амуром – это Салават Юлаев, Металург и Авангард. И вот если сейчас эти команды начнут играть поддавки и сливать игры, то вообще непонятно, чем это закончится. Лично мне хотелось бы посмотреть на противостояние Авангарда и Амура, ведь у тренера Амичей есть свои какие-то счеты с Хабаровчаном. В принципе, это для меня тоже была очень принципиальная игра. Немножко там мне п***ли в душу, но спасибо вам, что вы им п***ли через четыре. Как, наверное, есть и свои счеты у Шевченко и Панюкова, ведь всегда хочется доказать-то своему бывшему работодателю его неправоту. И эта серия бы точно искрилась. Ну а вообще, раз уж Борис нам в этом сезоне не подарил плей-офф, то за Амуром можно следить хотя бы исходя из того, что, ну, ходили по уходу сезона слухи, что Кирилла сватают обратно в Астану. И можно было бы посмотреть вообще, в какой кондиции, в какой форме он находится. А, кстати, форму он всегда набирал именно в плей-офф. Ведь именно с плей-офф в Астане и раскрылся Кирилл Панюков в свое время. А еще один хоккейный клуб, за которым стоит понаблюдать в плей-офф, это Магнитка. Хоть я и злюсь на Магнитогорске из-за того, что он у нас украл Михайлиса, Мухаметова, Орехова, Акользина, Маклюкова. Но, блин, именно из-за этого за ним и стоит понаблюдать. По крайней мере, трое из них, наш соотечественники, и являются кандидатами в сборную. Ну а Михайлис тот вообще будет бесспорным лидером этой сборной. Поэтому будет и важно посмотреть, как проходит его игра. Кстати, на своем канале я выпустил видео с Романом Старченко, в котором он поразмышлял по поводу того, как скажется на сборной тот факт, что очень много наших сборников разъезжается по другим клубам КХЛ. Вроде получилось неплохо. Посмотрите на досуге. Отдельную радость за подкаст с Романом я испытываю из-за того, что Роман Старченко теперь официально рекордсмен лиги. Даже несмотря на свой временный уход в Спартак, он все равно провел больше всех игр в КХЛ за один и тот же клуб. Кстати, в этом выпуске он также и говорил, ответил на вопрос, почему он уходил в Спартак. Так что посмотрите. От новостей КХЛ к новостям сборной плавно перетекает этот выпуск. Все помнят печально известный матч со сборной Польши, который лишил нас права на участие в зимних Олимпийских играх. Но мало кто упоминает о том, что даже в случае победы на том турнире, Казахстану это бы не гарантировало участие в Олимпийских играх. Казахстану бы предстоял новый турнир с командами более сильными. А вот сейчас Казахстан действительно в шаге от того, чтобы исполнить многолетнюю мечту хоккейных болельщиков и всей сборной попасть на Олимпийские зимние игры. Группа Д, в которой оспорят свое право на участие в Олимпиаде 4 хоккейных сборных Казахстана, Словакии, Венгрии и Австрии, она не выглядит группой смерти, но сложно придется каждой. На бумаге и, наверное, по факту фаворитами выглядят Словаки. Тем более, что и турнир пройдет в Братиславии в период с 29 августа по 1 сентября в Акурат перед стартом сезона КХЛ. Если заглянуть в мировой рейтинг, то Словакия сильно выделяется на фоне своих соперниц, находясь на 9 месте. Пониже, но уже поближе друг к другу находятся сборные Казахстана, Австрии и Венгрии на 15, 16 и 19 местах, соответственно. Забраться так высоко в посеве на Олимпиаду Казахстану позволило стабильное участие в мировом первенстве, которое тоже, собственно, не за горами вот уже в мае. Так что хоккей еще долго будет присутствовать в нашей жизни. Вы, самое главное, не переключайтесь, друзья. Перед написанием сценария этого выпуска я думал, а чем же еще порадовать наших болельщиков, особенно тех, которые расстроены отсутствием мартовского плей-офф. И результат не заставил себя долго ждать, ведь он находился всегда, по сути, перед глазами, так сказать, под рукой. Обратите внимание, что 20 февраля стартует плей-офф в родной про лиге. Пары уже сформированы и выглядят следующим образом. Орлан против Бейбарыца, Хумо сыграет с Сареаркой, Намат зарубится с Горняком, а Торпеда поспорится к Тубе. Жаль, конечно, но лично для меня, что в этом списке нет хоккейного клуба Алматы. Но в хоккее побеждает сильнейший, и это значит, что для алматинских болельщиков хоккей переходит в режим онлайн. Пока. Дайте, пожалуйста, свое мнение. Напишите в комментариях, как вы считаете, кто в этих парах пройдет дальше. А также дайте свое мнение, кто самый главный претендент на приз в финале. Может быть, это Орлан, который закончил регулярку на первом месте. Или, может быть, это ташкентский Хумо, который давно мечтает победить в казахской про лиге. А может быть, это и Намат, который регулярку закончил на третьем месте, но будет усилен игроками с Бориса, которые находятся на двухстороннем контракте. Кстати, это всегда было камнем преткновения для болельщиков про лиги, и многие считают это несправедливым усилением Намада. А как вы считаете, мне тоже это интересно. Ну, по крайней мере, с точки легитимности тут не подкопаешься. Игроки на двустороннем контракте, и они, в принципе, даже по ходу сезона КХЛ периодически спускаются в Намат, чтобы набрать игровую практику. И к новостям из-за океана, а также событиям, которые наши маркетологи могут брать себе на заметку и, возможно, даже использовать их в будущем. Питтсбург Пенгвинс подняли под своды арены Джерси Яромира Ягра, а также вывели его номер из обращения. Американцы всегда умели создать большое шоу и очень часто не стеснены бюджетами. А поэтому получилось это событие с особым размахом и, как всегда, с большим символизмом. Чего стоит даже только тот факт, что 52-летний Ягр выкатил на раскатку вместе с командой пингвинов, которые включают, кстати, будущего резидента Hall of Fame Сидни Кросби. И вся эта команда была в париках, которые имитируют прическу великого чеха. Церемония была такой трогательной и волнительной, что Ягра перед ней успокаивал сам Марио Лемье. А тот сказал, что если бы он знал, что это будет так сложно, то он бы точно отказался от участия. Вот так вот, друзья, хоккей в очередной раз доказывает, что этот спорт не просто про сухую статистику и цифры, что он прежде всего про эмоции. А чтобы не упустить эти эмоции, друзья, я прошу вас подписаться на стремительно развивающийся телеграм-аккаунт Шайба КЗ «Все Хоккей Бро». А также не забудьте подписаться на инстаграм шайба.кз, над которым работает целая команда контент-мейкеров, чтобы вам не было скучно. Ну и YouTube, друзья, не забывайте про YouTube. Это канал, с которого вещаю, я с вами разговариваю. Подпишитесь на него, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить ни одно уведомление из-за него. А также не забывайте про сам портал шайба.кз. Самые стремительные новости и самая дружелюбная комьюнити ждет вас в комментариях к этим новостям. А с вами был вечно неунывающий Курбанов Пархан. Будьте здоровы, будьте счастливы и оставайтесь на связи. А я вас временно покидаю. Пока, пока, пока. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok